МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Всем привет! Сегодня второй день праздника Курбан-Байрам, и мы отправляемся куда? В Нулапак! Сегодня второй день Курбан-Байрама, и мой супруг решил устроить детям праздник своей дочке младшей и своим племянницам. Сейчас мы едем за племянницами моего мужа, а затем отправимся в одно из красивейших мест города Анталии – детский лунопарк. Лунопарк Анталии – одно из любимых развлекательных заведений как туристов, так и местных жителей. Он расположен в районе Каньялты, прибрежной части курорта рядом с большим торговым центром Мигрос. Открылся он в 1997 году, хотя идеи создания его звучали и ранее. В 2017 году была проведена масштабная модернизация аттракционов и общей территории. Рядом с лунопарком находится аквариум Анталии, набережная Каньялты, Тельфинарий, ну и, как я уже сказала, через дорогу крупнейший торговый центр Анталии – Мигрос. Добраться до лунопарка не составит труда. Подойдет любой автобус, который следует до торгового центра Мигрос. Например, это маршруты КЛ-08, ЛФ-09, ЛФ-10. От автовокзала Анталии следуют автобусы номер ВИФ-02. Из аэропорта Анталии до лунопарка ходят автобусы номер 600 или 800. Остановка – та же торговый центр Мигрос. Также можно добраться на личном автомобиле, у входа в торговый центр существует парковка. И так же можно воспользоваться услугами такси. Сейчас мы подходим к билетной кассе. В лунопарке оплата производится за каждый посещенный аттракцион. Стоимость варьируется. Сейчас вы на табло видите, какие цены. Нужно приобрести магнитную карту, которая стоит 5 турецких лир, которая выполняет роль электронного кошелька. На карту кладется определенная сумма. Возле каждого аттракциона стоят валидаторы для оплаты. Также на территории лунопарка, помимо входа, расположено множество киосков, где можно пополнить счет карты и продолжить посещение аттракционов. Минимальный депозит на карту – 10 лир. Кроме этого действуют определенные скидки. На сегодняшний день лунопарк насчитывает где-то 45 аттракционов различного уровня сложности. Несмотря на достаточно скромную площадь, развлекательный комплекс вмещают аттракционы, ориентированные на детей и взрослых, а также 5D-кинотеатр, зону игровых автоматов, колесо обозрения, которое является одним из его символов. Вход в лунопарт представляет собой красочный замок, который не только является прекрасным ориентиром, но и сразу погружает посетителей в сказочную атмосферу. Также здесь можно найти несколько кафе, где можно перекусить или полноценно пообедать. Меню заведений рассчитаны и на детей, и на взрослых. Лунопарк разделен на детский, семейный и взрослые блоки. Движение внутри парка устроено для того, чтобы каждый посетитель смог провести время с удовольствием. Например, малышам будет интересно прокатиться на детской железной дороге, на каруселях, попрыгать на батутах, посетить автодром с машинами. Фигуры пиратов, клоунов расставлены на всей территории комплекса. Для взрослых интересны американские горки, колесо обозрения, аттракционы свободного падения. Ракета поднимает гостей на высоту колеса обозрения. Комната страха и комната смеха приятны для семейного отдыха. Для молодежи интересен тир. Детские аттракционы Лунопарка отличаются фантазийным оформлением и различной тематикой. Начать развлекательную программу многие маленькие посетители предпочитают на карусели, которая выполнена в стиле диснеевских мультфильмов. Вот сейчас Али показывает магнитную карту. Кстати, мы не рекомендуем класть на карту сразу много денег, потому что вывод средств с нее не предусмотрен. За исключением возврата денег за саму карту. Если положили 200 лир на пластиковый носитель, потратили 150, значит 50 уходят в фонд парка. Либо вы сможете их израсходовать в другой раз. Для семейного посещения создано также несколько увлекательных аттракционов. В основном это центрифуги и сложные карусели. Например, октопод – это быстро вращающаяся карусель, в которой кабинки с людьми находятся в щупальцах гигантского осьминога. При вращении на высокой скорости он перебирает ими, создавая головокружительный эффект вращения и принося незабываемые эмоции как детям, так и их родителям. Схож он по структуре и принципу действия «Кангро». Это аттракцион-карусель с двойными сидениями в форме кенгуру. Он также развивает высокую скорость, но все же уступает по уровню экстрима осьминогу, создавая более мягкий эффект вращения. Чуть дальше вы увидите эти аттракционы. Кангро-кангро-кангро. Еще один интересный аттракцион. Что-то в восточном стиле. Называется «Летающий ковер». Те, кто не боится высоты, могут попробовать и этот аттракцион. Али сначала решил пойти вместе с детьми, но почему-то потом вернулся и вместо себя отправил нашу невестку. Интересный аттракцион. И я хочу сказать, что дети наши с большим удовольствием бежали на него, но когда аттракцион закончился, у нашей племянницы были слезы на глазах. Наверное, ребенок испугался высоты все-таки. Ну, о чем можно говорить, если наша невестка, взрослый человек, точно так же вернулась к нам со слезами на глазах. Поэтому с виду аттракцион кажется не страшным, но прежде чем пойти на него, нужно подумать. Ну, а Али, конечно, веселится, потому что подверг нашу невестку таким испытанием и показывает младший племянниц, как мама сидит с испуганными глазами. Музыка 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 Сейчас мы видим, по моему мнению, самых страшных три аттракциона. Справа аттракцион «Свободное падение». Падение с огромной скоростью с высоты пятиэтажного дома. Вот такие чашечки для самых маленьких. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Еще один аттракцион, от которого вы получите массу адреналина С бешеной скоростью вращается огромный шпиль в верхней точке на высоте 18-этажного дома Небольшие американские горки, где есть как прямые, так и участки резких падений вниз Дети верещат от восторга, а вот некоторым взрослым бывает действительно страшновато за своих детей А это аттракцион Кангро, о котором я вам говорила ранее Для малышей Для детей вообще здесь замечательно Очень хороший парк Людей сегодня очень много, это связано с праздником, с праздничными мероприятиями Аттракционы на любой выбор, какой только хочешь И для взрослых, и для детей Я думаю, я попробую, я боюсь Я не знаю, нет, не хочу А не боюсь Бунапарк очень большой, я боюсь Думаю, я думаю, может быть бизнес Попробуй Ну давай, иди, иди Девчонки наши катаются на горках Я в Германии каталась на большом, большой аттракцион Американские горки Ада меня уговаривает прокатиться на этом страшном аттракционе Мы с тобой пойдем туда И, наконец, мы видим самое, как говорят, большое колесо обозрения в Турции И его называют сердцем Анталии Колесо подарит панорамный вид на восхитительный город Анталии Поездка на колесе обозрения составляет вообще 18 минут Но в 3 захода То есть 18 умножаете на 3 Здесь можно выбрать или вип-кабинку Или стандартную Девчонки на колесо обозрения Девчонки на колесо обозрения Девчонки на колесо обозрения Каждое колесо обозрения ダевшую кольку Каждое колесо обозрение Здесь мы встретили знакомого мальчика, старшей дочери моего супруга. Этот мальчишка из Азербайджана, но проживает в Турции. Короче говоря, на колесо обозрения в этот раз мы не попали, потому что по времени мой супруг не успевает на работу. А вот для искушенных посетителей в лунопарке есть аттракцион Crazy Dance. Это смесь картинга, карусели и танцпола. Еще одним из любимых развлечений детей и взрослых является комната страха. А в лунопарке Анталия это целый замок, который уже с порога поражает размерами и тематическим оформлением. Мы хотели сюда попасть, но посмотрите какая очередь. В этом парке будет интересно и детям и взрослым. И если необходимо получить заряд адреналина, вам именно сюда. Если ваши дети заскучали на отдыхе, если вы хотите провести интересный вечер, мы вам очень рекомендуем это место. Этот парк работает с 17 часов в будние дни и с 15 часов в выходные. А закрывается парк в 2 часа ночи. И вы спросите, почему такое странное рабочее время? Ну, конечно же, причин несколько. Первое, это, конечно же, особенности климата, потому что днем очень жарко. Люди выходят из дома, стараются выходить из дома в вечернее время. Второе, это наличие вечерней иллюминации, подсветки вечером. Очень красиво здесь. Ну и, конечно же, это очень популярное место. Ну, а теперь мы развозим детей по домам. И Али необходимо быть на работе в аэропорту. Субтитры сделал DimaTorzok Справа терминал номер 1, а мы уедем в терминал номер 2. Ну, а это второй терминал. Думаю, что здесь мы будем недолго. Нужно кое-какие документы оформить. И потом, может быть, поедем куда-нибудь перекусим и домой. Приехали в ресторан перекусить. Ну, а я со всеми прощаюсь. До новых встреч на канале Новая Жизнь Генюль в Анталии. Всем пока-пока. Новая Жизнь Генюль. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»